и пойду давайте накидывайте сразу и пойду искать края где прокрепить ну какой-нибудь герой где прокрепить короля ну да горного короля мне коня оленя еще пишут у него определенно красивое лицо аккумулятор автомобиля три яйца он прям нарисован на три и яйцо у тебя аж очень крутой будет мега мега убедительно если он и после после такого интервью покажет не только против чаймика до на протяжении турнира мега уровень это первый мирор на сегодня насколько я понимаю да все остальное было вчера тоже только один мирор был орг на орг главное не запутаться синенький это у нас теич красненький химико бед кружи мега 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 все равно к середине игры ты будешь звать его инфи возможно возможно инфи должен появиться в этой паре где-то когда-то когда наконец сделаете на геге плывущее сообщение как в китае не это неудачный маленький чатик слева вообще чатик справа чатик слева это для записи и эту штуку я думаю будет отключать она довольно сильно вмешивается в процесс хотя мы не спрашивали никто и не просил на это говорит зашел на канал только сегодня в честь победы фоге получи сразу споса спойлера начинаешь молодец получи кг плюс бесплатно для получения ключа напиши в личку теряет рабочего просто на криппинге на старте тяж причем в последнее время а я это возможно если включать только владель собой плюс нужно с того CE но это время молодец в и Запомни твой никней. Я пошел заигнорить сразу. Я посмотрю, что все равно вернулись. Поэтому все, наверное, будут... А, здесь есть 4-мин-фон. Смотрите, что там 4-мин-фон хорош. Но все равно хватит. Но я уже вышел. Зракальная игра. Каждый купил себе по троллю. Выбили разные артефакты, но в целом они на здоровье. Наверное, кольцо регенерации будет повыгоднее, чем оно точно будет повыгоднее. Учитывая то, что урон здесь наносится постепенно на протяжении длительного промежутка по времени. Ботиночки. И хотел сейчас смотреть Архмак, замести следы и прибежать на Харас на Экспанд. Но тут криппинг очень удачный на Морлоках получился. И... Так, очень пригодится сейчас это кольцо на регенерацию магу, у которого осталось там 210 хитов. Я не видел какого-то там результата Хараса, к сожалению. Но отвлекся здесь ненадолго, прошу прощения. Но по трупам вроде как все ровненько. Там Огр лежит, Тролль лежит. Пока все очень ровненько. Единственное, что почему-то у Чаймика лимита значительно больше, плюс 5. Так, 2 Тролля плюс... Плюс Берсерк. А, и Архмак подставляется. Очень больно. Ну, кольцо за это время... То есть пройдет там 4 минуты, он восстановит дополнительно, получается... То есть это очень сложно посчитать. 400 человек. Ну, почти 500 единиц здоровья. 480. И дальше игра-то не закончится, скорее всего. Как там, ко второму герою. Но все равно вынужден использовать цвиток регенерации для того, чтобы восстановить здоровье. Был один футмен на Харасе, пытался убивать рабочих. Вроде там даже какой-то труп валяется. Но 2 футмены... Возможно, это труп того самого футмена, которого в результате... Двое других пришли и забрали. Блэксмит? Очень контактная игра. Ну, и с другой стороны, довольно... Ну, каждый делает то, что хочет. Одного рабочего не хватает здесь, да? Хотя это вышка таким образом поставлена, как в старые добрые времена. Помните, как ферму и алтарь строили, чтобы 4 рабочих добывали, как 5? Ну, нет, эта тема сейчас должна не работать... Не должна работать, так скажем. Архмак продолжает страдать. У него со здоровьем серьезные проблемы. О, это светок лечения! Да, светок был куплен в магазе, и все радикально поменялось. Все футмены здоровые, Архмак тоже восстановил здоровье. Классно. Ну, Чемика давит. Сейчас еще до экспанды дойдет. Тут магическая вышка, но там с парой... Ай, траля жалко. Ну, и тут траля добили, 4 уровень. Разница-то прилично. Ой, окружает! У-у-у-у-у! Ой, хорош! Чемика молодец. Он успевает и харасить, и окружение сделал вовремя, и обгоняет по экспе. И вот вам неуверенный в себе абсолютно Чемика и три яйца. Минус телепорт Намолил Не сказать, что ему прям с артефактами сильно повезло Они так тут на... Что, подождите Я не могу понять, слева архмак Чаймика получается, да? И у него нет кольца регенерации, кольцо регенерации у правого Напутал, я кажется, с артефактами, с расположением Хотя мне казалось, что именно левый архмак в прошлый раз был выбран Большое количество троллей, лимит 42 на 46, аша больше Големчика взял Магическая вышка вообще не работает Хоть бы на элементаре перенацелил ее Да, перенацелил Пошел работать На элементаре, до троллей-то, может, даже достанет Дарк-мага, если получится, конечно Регенерация такая боевая идет Скролл в протекшн у Тиаши И МК приходит Слоу на него А где второй герой у Тиаши-то вообще? МК здесь должен внести балансы в игру И сразу минус 3 человека за счет Хотя нет, у него тоже проблемы со здоровьем, посмотрите Очень битые футы слева Ай, архмак, видите, начинает работать по футам биты Минус 1, минус 2 Умирают Как мухи Тут взаимный размин идет На самом деле Лимиты тому подтверждения Плется, бутылка виденую из-за Под магазином МК умирает? При том, что у тебя Неужели он выкупил все 3 бутылки лечения? Ну все, те аж пятый уже Эта атака колоссальный плюс Он большую часть армии у Чая убил Ничего не понятно Вообще ничего не понятно Ладно, я там еще в этом в Мироре не Не понимаю Но Идет сражение, ты реально не видишь Точно что происходит Идут первые брекеры Маутон Кинга ждем Ну и тут МК уже тяжевский подходит Аааа, и там Т3 уже Подождите, а можно на мейн посмотреть у Чая? У него что с тэком? Что у него с тэком? Покажите базу Чая Да, там ДТ2 Разница принципиальная, колоссальная Дааа А ТХ оказался сильный впереди Атака была результативная То есть заходили они с равным лимитом В результате минус МК и где-то минус 10 лимит разбежались При этом ТХ успел Еще параллельно делать грейд на Т3 Сразу, судя по всему, после Т2 И сейчас Ситуация для Чая очень плохая Мак Харасит Остальные герои там МК и Палыч Крипятся Кони уже Ой, тут Чая понимает, насколько все плохо Когда ты видишь двух героев и двух коней Понимаешь, что тайминг Т3 Уже Ну хотя он сидит на лимите 50 Может быть он надеется на Не знаю, на что он надеется Собирается артефакт Ну это какие-то отчаянные попытки Хоть что-то сделать против крепящегося Т3 противника Да, и у нас Но это не у нас Это у меня Бесса, слушай, тебе предлагали выйти Чего ты сейчас хочешь? Царапаешься Все, жди теперь Жди окончание катки Мама тебя звала? Звала Не пошла? Не пошла Все Крайне сложный Чая сейчас будет что-то сделать Он не делает играть на Т2 Какие перспективы сражаться с Т2 против Т3 Еще парочка престов минус Очень весело комментируют китайские аналитики Это тоже сигнал, что все прекрасно Утяши Чай выходит из лимита тоже вследом Но позиционно он сильно проигрывает У него подрезают подкрепление Потому что производство Главным образом находится на мэне Основная армия черт знает где Мортира тоже выходит Но ее пощадили просто И пытается сейчас Чая Может магазин может разводить Пойдет на эксп Я не знаю, как ему здесь Сражаться с этим Т3 И он будет телепортироваться и сражаться 80 лимита против 63 Это такой разгром сейчас будет Близзард переучился Очень понравился комментаторше Близзард Пыщ, пыщ, пыщ Но Близзард работает очень хорошо Во-первых, он третьего уровня И Кони Да ладно, отбивается Не убил, правда, никого Рабочие пали Один кастер умер Брейкер, судя по всему Но это, кажется, потери у Чая вообще были Кони хоть и красные, но Нормальный ушли Пятый Героин он тоже сильно проигрывает Палыч 2 и 2 Позиция, если будет хорошая Если не будет молотков влетать много То можно выстоять с Близзардом Ну, а против Наверное, имеет смысл Мортиры с картечью добавлять Против брейкеров и кастеров В конце концов, у тебя Т3 или нет Т3 Избавиться там от ролей, от стареньких Изменить их мортирками Да, ТГБ в частике появился Он Эксперт по жуку Там такие классные матчи были Шикарнейший матч Армия не внушает вообще страха Главное не толпиться сильно Не сражаться в каких-нибудь проходах Что Близзард все покрывать будет То есть чисто поле и вперед Кони очень быстро сносят Сносят здание И начинается сражение МК в инвизи Близзард вообще не в никуда Опять сни туда Близзард Хотя это мог быть тот же самый Среди по мани, да, это был тот же самый Клэп Все бегут за МКой Еще один Близзард Немножко кривоватый Получил еще молоток за него Ну, 56 лимита на 80 Я не знаю, что здесь комментировать, если честно Сейчас Палыч там, стаффы Светок лечения спасает Еще Близзард Такое впечатление, что Тиаш просто Значительно больше Мироров играл И уже принимает то, что Ставим базу, идем в Т3 То есть это стандарт для него Вне зависимости от ситуации Вот, а Чай все по это самое Все в кастеров катает О, минус МК То-то-то-то-то-то-то-то И в очередной раз Отбивается каким-то невероятным образом Чай Ну как, 53 на 80 И там еще полтора косаря на руках Отличная застройка Конь благодарен за нее Смотрите, какой конь Выпустите, воевать он хочет Его никто никак не может пропустить На две фермы Жены не отпускают Конь в загоне Купил свиток лечения Это, кстати, классная тема Играть на Эхо на самом деле с Фаст Близзардом Потому что Ну и перекупать свитки И если есть деньги Тяж дают Ну тяжего выбора нет Он должен давить Не удивлюсь, что там у него Конь 2-2 будут Странно, что он не Не добавил еще Продакшна какого-нибудь И нас алтарь Там тыкали на коне или не тыкали Я не видел 3-2 у него 3-2 грейда на коне Хороший Близзард Очень хороший Близзард Но свиток лечения Что это за Близзард был? Это он стал Близзард и сделал магам персональный мув вперед Как заливает классно коней Но как же все-таки брейкеры отдаются на конях Основной урон наносит именно Близзард Ни лимит, ни клэп, ни брейкеры Прям заливает 80 на 50, тем не менее лимита все меньше и меньше в чай остается Свиток лечения Еще один Близзард Массовый телепорт, да ладно Молоток МК застрял Где Близзард сразу после клэпа, классический Ну, слоу Поки Кастеров заливает, Аркмак уходит на телепорте Ну опять же, тяж почти без потерь У Близзарда есть такая особенность, учитывая то, что массовые заклинания Если жирные у вас юниты, то вы можете какое-то время сражаться, долгое время сражаться А потом хопа, и все больные, но все живые А у брейкеров, ну или любых юнитов, которые помельче, которые там отдаются Которых сложнее контролить точечно, сложнее стафать Ну, особенно, когда у тебя косла нет, стафать вообще сложно За ними сложнее следить Там жертвы есть Там полный МК Так не хочется Архмагам делать Близзард Прямо перед МКО и конями третьими Свиток один перекупил Клэп Близзард, шикарная связка Но Маутен Кинг сейчас за это могут наказать Пропивает Свиток, пытается уйти Но зато Архмак проезжал ГГ, пишет чай Не хватит этого мучения, подумал он И это 1-0 в пользу трех яиц Тяж уверенно побеждает Хотя начало было весьма смазанное Но большую часть игры он просто доминировал Вот, кивает, вот как доминировал Лени пишет, размотал бы любого на голоде, но просто лень Поел и сразу помыл тарелку Ты у Иисуса на крестике, пиши в личку и получи премиум подписку на 3 месяца Какие же помощники молодцы Спасибо им за... Потому что у меня есть ключи, но я не смогу их как бы раздать желающим Вот, поэтому... А они... Они справились Джоки, давай уже... А, у тебя... Ты же... У тебя же не было просто Я думаю, что можно уже на завтра оставлять Сегодняшний день подходит постепенно к концу Вообще день хороший То есть Хогич порадовал Мы посмотрели еще до этого Пожалуй, самую красивую серию За эти два дня С Икс Лордом Готово Там показывают моменты из игры Я на это делали с каким-то странным перекодированием Или при помощи какого-то захвата через ТВ-карточки Потому что есть через... Ну, такой чересстрочный интервал Интерлайн... Как он называется? Ну, короче, такое... Такое бывает, когда... Ой, я боюсь собрать Ну, короче, товарищи, которые разбираются в кодировании Расскажут С чередованием, в общем Построчным В отрисовке картинки Дингер говорит Блин, уже шесть Как-то время пролетело незаметно Да Привет, с героями Предложений уже не будет, да? Лаунели Лаунели спрашивает Ну, мы прошли с вами Empire of the World Эту компанию Ринц говорят Продолжает работать над парагоном И в группе выкладывает какие-то апдейты Непонятно, когда выйдет третий парагон И, по сути, у нас из интересного Остался метод Axers Revenge Но она прям дико хардкорная Поэтому пока нет Заботить третьего парагона не будет, это уже все Как? Откуда инфа? Только сегодня говорят, что есть обновления Вчера в девять часов Вчера в девять часов Больше двухсот тысяч знаков текста Вчера в девять часов Вчера в девять часов Вчера в девять часов Там уже почти год обновления Там уже почти год обновления А почему тогда за это самое Сейчас Нет написал Нет Нет написал Ладно Тяж ведет 1-0 Нет, но пока без новых игр Сегодня мы поиграем в ффашечку после турнира Поэтому если у вас есть желание, силы Заходите Играть будем на Европе Я создам карту после окончания Офну стрим Хотя нет, наверное Просто оставлю стрим Сделаю паузу минут на десять Чтобы поесть Потому что Потому что хочется перекусить И стартанем Скорее всего карту сразу большую какую-нибудь Типа мини-рагнарока на 24 человека Или Или какая у нас там еще Македония Македония хорошая, большая Наверное с мини-рагнарока Хотя посмотрим Случайные расы, случайные герои Два раза уже пытались фашечку поиграть на больших картах Все никак не собрались И трансляции были коротенькие А тут, видите, и людей много Может быть кто-то из Покажет, как надо играть Особенно там на ютубчики придут Мышку там с гвоздя достанут Киберспортивную Конфиги там закинут Уже чувствую, как идут Тренироваться в ладере Пару каточек на разогрев И все Разный у них криппинг по маршрутам Один за артефактом, другой за потенциальной базой Вот там зарядный артефакт сверху А здесь у нас артефакт такой На постоянку Медалька жизни Цвета те же самые Тяж синий А чай красный Дети Дети Комуха Как Да еще Приклина Это Дети 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 Реклама Пару Медалька Дети Бутнана Медалька Дети Рис Ченмейко Она Тальше Дети Оставил Оставил returned Дети которая И Комуха И У Оставил Как же агрессивно у Садкичаи крепятся. Причем под разведкой. Кто добил? Он добил. Ну не футмен, имеется в виду. Тут тоже же зарядный выпадает. Типа циклона, Буков Дэда. Чего-нибудь такого. Нет. А что это за факт такой? Там тоже медалька выпадает? Что? Там же вроде Камни Жизни на этом уровне выпадало. А, это справа. Это дальше натраляете на Marketplace. Да-да-да-да. Конечно, конечно, конечно. Я мастерскую не признал опять. Такие все заряженные архмаги, оба третьего уровня. У обоих там инвентарь. Ну и первым агрессивно прибегает Садкичаи. А там магической вышки нет. И это будет минус магическая вышка. Неотмененная причем. Неотмененная же, да? Пошли ополченцы. Линей. Своего футмена заблочил. Ополченец, но недоконтролил немножко чая. Можно было увидеть, добить, выстрелить еще разок. Не сильно по хитам страдал. Под шумок. Видите, окружают фута? Грамотно. Ну, они такие моменты не показывают, интересные. Окружили, не окружили? Ай, в процессе. Ай. Да, они долго там окружали. Просто один футмен бьет другого, один здоровый, другой на ладан дышит. Подходят остальные. Специально не... Ну, хотя нет. Атака и все равно... Ну, короче, сразу идут окружать, но... Но не удалось. Оба архмага с ботинками. Снова забегание. Мне нравится очень, как КЧ играет агрессивно. И персональный телепорт еще прям... А там глухая застройка? Архмага мог бы спокуснуть, на самом деле. Ему бы под шахт куда-нибудь нырнуть. Минус один рабочий. Минус второй. Третий слева битый. Архмаг еле-еле живой. Ну, тут еще майнинг тайма же нет, да? Как же он держится? Третий. Телепорт. Футмен отдавляет еще. А, там инвул на 15 секунд. Беспредел. Архмаг бежит ловить, пытаться... Есть там тайминговый магазин или нет? Вот еще вопрос. Минус еще фут. Архмаг уже все, прожимает ТП. И? Ну покажите, куда он телепортируется? Что же вы делаете? Там Архмаг подбегает. Блин, какие они не очень, а? Да-да-да. Надо было телепортироваться нормально. Какой же ты... Ох. Нет, чай сейчас поплывет. Он поплывет. Ну, что за телепорты с двойным нажатием? Специально заготовленную для себя же самого застройку из двух ферм и алтаря. Ну, это прямо просто... Глупость вообще неисусветная от чая была. Вынужденно покупает шреддеры, но потому что там рабочих полегло. С одной стороны, классно все было. Классно. Он там столько времени отвлекал рабочих от их прямых обязанностей. Там недобыто, недодобыто было золото, недорублено лесо. Плюс минуснул он к трех-четырех рабочих при этом. И где-то, ну, разменялись они по футам, наверное. И при этом он делает телепорт и застревает свои собственные застройки. Ну, при том, что ты можешь выбрать место, куда телепортироваться. А он тыкнул два раза и телепортировался в нижний угол, который был заблочен фермой, и он попал вот между своих ферм. Классика. Просто классика жанра. Причем там это настолько читалось, что через всю карту уже Тяж бежал вперед. Ну, читалось не то, что он застрянет, а то, что после телепорта его будут ловить. И важно выбрать место, блин, куда телепортироваться. Хорошо, здесь... ...путинно начинается, что ты не встанешь. Дарь не встанешься, но я не встанешься. Это время очень долго, это время 105 минуты... ...путинно не встанешься, но не встанешься. Да. Рабочий уходит на последних хитах, но чаю не сдается. Тем более такая стадия, что смысла особого нет. Лимиты равные. Правда, Тяж сейчас очень сильно по ресурс... Нед говорит, Миш, даю слово, если Ринс все-таки выпустит карту лично, через тебя задони ему на карту 2к, но у меня мышц смутный понял. Хорошо, Нед, договорились. Договорились. В прошлый раз Ринса вы хорошо, конечно, поддержали. Я думаю, внимание, которое привлекли к замечательной карте, оно и смотивировало его сделать новую. Ну, хочется в это верить. Очень важно ценить труд других людей. Вроде вернулся уже чай в игру. Правда, он продолжает разменивать футменов на кастер, уже на второго. Тяж делает базу, решил проблему с лесом, шредером. Не удивлюсь, если у него там даже кастл тыкнут. Вполне вероятно. Тут Т2 у чая, как в прошлый раз. Мне кажется, что там кастл, опять же. Тейдж очень уверенно, погранично с наглостью играет. Поэтому, если он хочет выйти в Т3, он мог вполне тыкнуть Т3. У него сапплай-блок наклевывается 35-65, уже есть камень жизни. Магу передал. Не передал. Не передал. Не, баскот, я думаю, что это вообще не решает. То есть там какие-то психологические штуки. Я не знаю, что я не знаю, что это вообще не решает. Все лучше у него спросить. Интересно, будет ли чай ставить X? Вроде оба закрепили. Вроде как у Тиаши уже добыча идет. Все, да, рабочие у Чаймика остались на экспанде. Магическую вышку бы отменить. Элементаль второй, можно справиться. Даже не пытается чинить. А может, увидев экспанд, он сейчас решит, да ну нафиг. Пойду-ка я лучше... Не, ставит сам прям на глазах. Очень нагло. Но есть МК. А хватит ли? Хватит. Тем более второй молоток есть. Красиво контролит. Молоток, но это минус инвол. О, минус ТП сразу. Минус ТП сразу. Инволстратить в этой ситуации нет. Конечно, смысла никакого. А, на отдельный канал я сгенерил ключи МОК. Да, личный месяц, простите, пожалуйста. Ой. Да я с новой генерацией... Сейчас новой будет. По той же ссылке доступны новые. Извините, пожалуйста. О, окружается довольно просто МК. С инволом причем. Ну от него, естественно, отстают. Там инвол 15-секундный вроде как. Да, точно 15-секундный. У тебя же 50 лимита. Много денег на руках. Ну как-то пассивно решил все-таки ЧАЭС играть. То есть он узнал об экспанде, решил поставить свой. Понятно, что пауэрбилд. Понятно, что нычка пятью рабочими там делается очень быстро. И ты не сильно отстаешь. Но он к тому моменту, когда он сделал разведку нычка, уже работал. И где-то минуту. То есть это... Ну, тысячи полторы он потерял. Из-за времени упущенного. Тут Т2 все-таки не кассал. Что он делает? Он стоит, как будто окружает кого-то. Но там никого нет. Выход из лимита пошел. С обоих сторон. Светок лечения. У каждого по светку лечения. Ну и, в общем-то, телепорт. Есть и там, и там. ЧАЭС просто хочет, видимо, докрепить. А может быть и стоит отдать несколько построек, но закрепить, например, красную точку. Как бы алтарь можно восстановить. Нет, он телепортируется. Он не хочет сдаваться. Алтарь не стал добивать. Это майнеры, видимо. Сразу молоток в МКУ. Одинаковые герои по уровню. Приблизительно одинаковые по артефактам. У ЧАЭС получше. Ну и лимиты сопоставимы тоже. Вот это вот так называемая долбежка на спулбрейкерах. Классический альянсовский. Разборки, разборки альянсовские. Прикрывает своего МКУ. Потому что тот получил молоток. Сейчас ответ на молоток по вражескому МКУ. А, нет, там инвол. Баш, молоток. Ох, опасно. Да. Там есть свиты, конечно, лечения еще. Я вообще не вижу этой... А, вон МК. И окружение, да? Просто убьют, кажется, его. Да. И этот выстрел... А, это выстрел от приста. И окружение было классное, Архмага. Как же он его спас? Спас же, там никто не перехватывает его. Да, МК, живой. Там, похоже, сработал амулет Эвэйджина. Потому что влетало в определенный момент. Мне казалось, что там выстрел Архмага должен был добивать. Возможно... Возможно, там был мисс. Возможно, там был мисс. Там был промах. 15%. Алтарь все-таки минус. Но сам виноват, не починил. Вот и молитва помогла. Угу. По той же самой ссылке, что ты пришла. Да, ё-моё. Надо уже на завтра переносить. Точно правильно. 72 на 72. Ну, братья просто. Братья-близнецы. Экспанд-экспанд. Одинаковые герои. Одинаковые юниты. Одинаковый микроконтроль. Ну, потому что он выверен уже в зеркалках. Эти мне, конечно, зеркалки не очень нравятся. С одинаковой стратегией имеется в виду. На красной точке. Сейчас артефакт. Молоток в МКУ, чтобы... О, они оба друг к дружке кинули молотки. Но артефакт аура Тауреновская на перемещение скорости атаки достается все-таки Тиашу. И сражение это... Я не понимаю, что происходит. Вот честно. Я стараюсь хотя бы увидеть героев. Вижу, прист умер. Там споу-брекер. Что там, кстати, по грейдам интересно? Полупустой. Маутон Кинг у Тиаши. По мани пустой уже. Ну, и что, будем продолжать здесь, да? 72-71. Ну, почему бы нет? Стенка на стенку. Брейкеры на брейкеров. Сзади присты работают очень хорошо. 2-2 грейда сейчас мы увидели. А у Тиаши что по грейдау? Или это его? Это его грейды. Значит, 2-2 на 2-2, скорее всего. Хотя Касл тут доделался. Мортирки с картечью скоро пойдут. 1-1 у Ямика. А, тогда проблема. Тогда Тиаши сильно впереди. У Ча еще с лесом проблемы, как вы видите? Денег много, леса нет. Возможно, с этим связано отставание по грейда. Ну, и скоро пойдут все прелести Т3. Паладин с Таффи. Кони опять же. Да, у Чаи Экспанд, конечно. Чаи Экспанд. Как же нихрена непонятно теперь с такой анимацией у Хуманов. Это говорит Виви, который за Хуманов довольно много наиграл. Но потом перешел в Лоу. Свиты Кличения хорошие от Чаи. Там, тем более, были все биты. Ой, диспл-диспл на иллюзию Маутан Кинга. Близзард на... На престок пошел. Близзардить тут почти некого, если честно. Мортиры... Ой, мортиры с картечью стреляют по престам. Минус один. И по сорочке минус второй. Да, мортир, мортир. Врывается в мортиры. Тут же ловит молоток. Свиты Кличения на МК. Инвул. Архмак, архмак, архмак. Ну что, сейчас отпустят МКу и до свидания. Отпустила. В палочи стреляют. Там такой дикий Маутан Кинг. Уже без здоровья, без маны. Минус паладин. Семь-семь-семь-четыре. Какая же наркоманская игра. В таких лимитах аура палла не лучше ли было? Ну, по боевым она, безусловно, лучше. Потому что аура паладина, она все-таки дает тебе два армора. А это ближе к десятке по эффективности. Ну, если ноль армора, то 12 эффективности. Ну, там меньше, один с половиной, кажется. А скорость атаки там всего 5%. Ну, это такая боевая тактическая аура. То есть ты догоняешь юнитов, отступаешь. Она не боевая чисто. Чисто боевая, это орковская там 10%. ГГ пишет, чая. Закончилось это мучение. Тиаш уверенно одержал победу, пока его предикшн, ну, настрой, так скажем, оправдался вполне. Друзья, я с вами в плане голода прощаюсь. Увидимся минут через 10-15. Ваше.